Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Подготовлюсь и каждый раз забываю сюда поставить это. Только сейчас говорю, чего же я еще не сделал-то? А именно вот слышать наушники. Номер 764. События дня. Эпиграф. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Не прибавляй, это православными. Не убавляй, это к сектантам, ко всем еретикам. Евтушенко Сергей. Я говорю, о чем там разговор-то был? Хотят мои ролики посмотреть, чтобы звучали они там где-то отдельно сутками. Разговор был об интернет-радио. Он мне поясняет. То есть вещание будет не в радиоэфире. Фильм FM в диапазоне. А только в интернете. Но это большая работа по составлению эфирной программы. Ее нужно будет крутить круглые сутки. 365 дней в году. А охват аудитории меньше, чем в Ютубе гораздо. Да и вообще смысла в этом немного. Ведь все материалы есть на вашем канале в Ютубе. У кого есть интернет, тот и на канал может зайти. Зачем ему радио? Я тут спрашиваю про Путина, этот, Валаам. Вот. Ну, он отвечает и мне. В любом случае, можно как-нибудь в свободное время попробовать запустить пробный эфир. Константин Колесов. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Зарегистрировался на вашем любимом ресурсе «Мой мир». Специально для того, чтобы узнать, как мне, обычному грешнику, получить ваши книги. Книги. Буду очень рад и благодарен вам. Хочу сказать огромное спасибо за ваш неизмеримый труд. То, что вы делаете, не сравнится ни с какими трудами ныне живущих проповедников и так далее. Слава Богу за вас. Ну, повторяю, что я каждый день 14-16 часов нахожусь здесь. И вот выставляет кто ролики? Ни одного своего нет. А у нас все свои. Я каждый день выставляю 10-13 роликов. 10-13. Из них ни одного нет чужого. 9300 роликов у нас. И у меня ни одного чужого нет. Это все наше. Тут сравнивать-то даже нечего. А вот человек где-то что-то сидит, копается, ничего не делает, находит, ставит, выставит там 20, сколько. Ну, часть я смотрел, остальное только глянул. Даже видно, что там ничего нет для меня. Зачем мне это нужно? Ну, вот хотел сказать относительно того, что получили. Володя, получили? Смотри, кто получил наши книги. Это сегодня ночью оповестил он. Что? Вот он. Вот, и тут надо теперь увеличить. Где-то тут есть. Вот он. Плеханов. Вот, пожалуйста. Получил книги. Правда, тускловато, но видно, что он какой знатный. Так гляди. И с бородой. И какая библиотека у него большая. Он получил эти книги. Наши. Вот они, книги в руках. Трехтомник. Эти книги украсят. Не просто украсят, а на верхней полке будут лежать. Это я заранее, как один священник про Таире пишет. Я, говорит, начал ваши книги считать. Я, говорит, все остальные книги унес в подвал. В подвал. Все остальные книги унес в подвал. А ваши, говорит, еще там несколько книжек оставил у себя, чтобы считать. А чтобы все считать книги, это не одна книга, а 38 книг. Не потому, что тут что-то придумали, а то, что все это в совокупности взято по святым отцам, канонам, житьям святым. И главное, все это по Библии. Вот. Теперь и показать. Дальше. Зарегистрировался. И получились. Спасибо. Нужно накопить и приобрести ваши бесценные книги. Так как опасаюсь, что когда вы отойдете ко Господу, ваш сайт пропадет, и информация со временем будет утеряна. Но, возможно, найдутся люди, которые захотят зарабатывать на ваших трудах, и все созданное вами будет жить и через это. Может, люди добросовестные будут заниматься всем этим. Что, конечно же, скорее всего. Еще раз спасибо. И простите за откровения. Анастасия пишет. Ревекка. Игнатий Тихонович, 18-е апостольское правило говорит о том, что священник не может жениться на вдове, разведенной, блуднице и так далее. Перед этим 17-е правило говорит, что любой грех, совершенный до крещения, не препятствует стать священником. Вопрос. Это 17-е правило относится ли к женщинам? Может ли священник или желающий стать священником взять в жены разведенную до крещения женщину? Вопрос интересный очень. Я отвечаю. Теперь это правило, как бы и не правило. Если из 719 правил 413 нарушается ежедневно, повсеместно и целенаправленно. Пусть они раньше 30-летние рукополагают священникам. Все, почти все бы рукоположены раньше. Почему? Безумие, беззаконие. По смыслу бы да. То есть может. Но по страху оно должно бы соблюдаться. Даже если она и девственница, а была артисткой, то и тогда он не может стать священнослужителем. Речь не о прощении грехов, а об авторитете в последующем. 1 Тимофея 3.7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания сеть дьявольскую. Но если она оказалась честной при их соитии, там, в пределах мира, не будучи еще оба крещенными, то тогда может. Она сразу ответила, спаси Христос. Ну представьте себе, вот она попадья, матушка, матушка, а там мужчина стоит и шепчет, матушка. Да я с ней дело-то имел. И скажет, и назовет ее на имя, да еще на букву Б. Вот тебе и матушка. Так все, каноны все правильные. Теперь, кто учит бояться цифру 6? Кто? Вот это вот, прочитай, вот это запище, это иди себе. Это там один вышел на меня и говорит, вот у вас такой-то боится, там то другое. А это Мишка, там называют его пулеметчик. Это там Шляхов, там другие эти. Они, как правило, все отлученные от церкви или наоборот самозванцы, ничего у них нету. Ничего нету. Самые последние слова в этом видеоролике я показываю. Повторите несколько раз. Это я пишу роману нашему. И вы пишите на бумагу. И заучите наизусть ее ответ Шарикову. Шарику-то я ошибочку сделал. Вот это вот есть. А он написал, что да, принял. Но как принял-то, скажет, за собой смотрите. Я знаю, как обычно люди говорят, которые ничего не принимают. Вот. Ну и показать наши ресурсы. Ну, первое, это, конечно, любимый мой мир. Я как-то показывал все переписки. Сюда я переношу все, что ставлю в Ютубе, каждую ночь сюда переношу. Лучше этой системы не было и, видимо, не создать. Вот представьте себе, где? Да вот так же ВКонтакте. Прям так же. На 10 тысяч человек можно было тремя щелчками отправить 12 фотографий одновременно. Ну, и все, кончилось. Какие тут? Твиттеры, Фейсбуки, ничего этого нету. Там так только шарится, тайна где-то шатая, говорит, сейчас все записывается. Записывается. А это, вот этот мой мир, он хорош тем, что для тех, кто работает. 5 тысяч знаков одновременно можно послать было на 10 тысяч человек. Ну, в одноклассниках есть это? Да там вообще ничего нету. Вот вы смотрите, вот у меня здесь сейчас, как найти, сколько? Мои лично. 21 тысяча фотографий. Пожалуйста, ткни в нее. Вот. Ну, я для примера даже сейчас вот ткну. Вот. Я ткнул фотографии. Вот открылись. Посмотрите. Из корзины 637. Митрополит Сергий 318. Помощь нуждающимся на Украине. Сколько? Это называется папки. Дальше. Благовестие. Крещение. 1762. Две фотографии. Сейчас ткни. И все, ты туда зашел. Вот. Еще дальше показать. Еще 24. Вот 24, считаем, фото здесь приезжал режиссер. Вот где-то, что-то тут не видно, благовестие, голуби перерывали. Что-то, я не знаю, еще тут не видно-то, почему, сколько. На Берсеневке были благовестие, потеряевки. Вот. Тут еще Беслан. Почему сколько фото не указано? Не знаю, то ли надо. И вот только ткни, и все откроются. Самири тут были, Пасха, Крещение. Персоны, политика, фото. Вот я сейчас ее ткну. Персоны, политика, фото. Ну, к примеру сказать. Ну, нравится просто, хорошие. Я ткнул сейчас в нее. Конкретно, гляди. Вот они пошли. Вот посмотри, сколько фото. Только ткнул, и как они расположены. Не ленточкой там, как где-то. Вот она. Другие альбомы. Вот она перечисляет другие. Еще 24 альбома. Вот по ним. Четыре. Вот теперь стало отображаться. Интересно. А вот еще показать 24 альбома у меня. Вот 24. Допустим, Лагерь Стан. Тысячу сто восемьдесят три фотографии. Наших, не чужих. Чужих вообще нету. Ну, может, одна-две где-то заскочили. И дальше что? Ну, еще храмы, мечети, крещение. Триста семнадцать фотографий. Вот. Благовестие, дороги, костер. Сколько? Тысяча двести сорок девять. Храм православный наш. Триста шестьдесят пять. Вот. Какие конкретно фото беру? Поселок Потеряевка. Три тысячи шестьсот шестьдесят одна фотография. Пасхов Потеряевки. Вот, смотри, сколько. Показать еще двенадцать. Вот я сейчас еще открываю. Сколько здесь? Фото со мной, мои. Тысяча триста восемьдесят четыре фотографии. Ну, только к ней все открылись. Православный детский лагерь еще. Восемьсот двадцать семь. Мои любимые голоды. Двести шестьдесят. Ну, Крестово-Звежинская община. Восемьсот восемьдесят четыре. Вот, Барнауль. Мы были в Барнаульской епархии. Двести девятнадцать. Анимации, карантин. Тут. Диалоги. Четыре тысячи двести тридцать четыре фотографии. Ну, что непонятно-то? Тут доказывать даже не надо. Насколько... Насколько сильно это все? Вот теперь я снова возвращаюсь. Вот, посмотрите. А вот видео. У нас тут видео. Восемь тысяч сто тридцать. Ну, теперь, в первую очередь, ты не найдешь нигде. Все наши. Те, которые там что-то говорят, нападают, у них ничего нет. И теперь что? А вот плейлисты какие? Пасха в Потеряевке. А здесь кто как пришел к Господу. Четыреста пять. Мое видео. Видео. Видеороликов моих. Там, с моим участием. Пятьсот восемьдесят три. И далее. Какие есть? Пророчество Ветхого Завета. Вот где-то. Светник Духовный. Вот так как есть. События дня. Ну, сколько тут событий это дня? Уже семьсот с лишним. Это Игнатий Вринчанинов. Тут что еще? Где-то надо ткнуть, чтобы... Все альбомы. Вот она, нашел где. Вот. Лагерь Стан. Шестьсот сорок пять видеороликов. А Потеряевке. Тысяча сто двадцать четыре видеоролика. Ну. Благовестие. Четыреста двадцать один. Кошки, собаки, звери, птицы. Двести шестьдесят семь. Вот теперь решай, как. Собрание я иду. Двести семьдесят восемь. Ну, можно иметь представление о том, где вы находитесь? Занятие после богослужения. Двести восемьдесят три. Видеоролика. Храм. Семьсот пятьдесят четыре. Персоны, политика, размышления. Девятьсот двадцать два ролика. Девятьсот двадцать два. Вот смотри. Дальше. Смотрим. Диалоги. Сто девяносто три. Я беру, которые побольше. Неподряд. Вот. Буденновский-то отдельно. Занятия на дому идут. Это по скайпу. Сто восемьдесят. Старобрящество. Двадцать девять. Вот. Игнатий Лапкин. С моим участием. Тысяча сто шестьдесят пять роликов. Ну. В каких участиях где идет? Да это невозможно. Ну вот. Столько есть. Архипелаг ГУЛАГ. Сорок четыре. Где Библия? Пятьдесят девять. Ну. Златоус уже сорок восемь. Удобно? Тут даже и спрашивать даже не надо. Насколько это мой? Это мой мир. Вместе взяты все, какие есть системы. Даже вместе собранные. Они не могут компенсировать самого главного. Почта. Вот только тнул почта. Открывается почта. Вот заметь. Почта. Вот сколько роликов выставил. Как они идут. Что-то сохраняю. Вот сейчас я помещаю их. Убираю. И дальше покажу, как это делается. Хоть один раз показать. Это в похвалу моему миру. Вот. Теперь вот здесь. Вот еще одно. Сейчас видно туда попало. Вот. Отец на ум пишет. Грандиозно. Это все время у меня стоит здесь. Надо откнуть. Пожалуйста. Ну. А что такое грандиозно? О. Это Иерусалим. Множество фотографий. В сотнях фотографий отличного качества. Я только нажал на нее. Вот все. Теперь пошли. Иерусалим. Вот какие заголовки. Церкви, монастыри. Центр города. Посчитайте сколько. Ну. Это даже сказать нельзя. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Умножать на четыре будем. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Одиннадцать. Гостиницы. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Одиннадцать. Двадцать. Иерусалим. Двадцать. 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 только смотри а вот теперь и пошли деревня давида пожалуйста центр города надо нажал центр города как люди умеют делать вот он центр города так это не одна на а ты обратно возвращаешь и вот допустим сын был центр города ты еще что-то возьмешь как здесь даже до конца не знаю где то но и что а вот это все в моем мире в моем мире повторяю это очень и очень дорого того стоит теперь возвращаясь назад теперь куда от распределить переместить допустим не надо выбрасывать это входящие отправленные черновики архив спам корзина создать новую папу ну даже не выскажешь куда сколько удобный мой мир не просто удобная он супер удобный вот так но и ленточный наш форум обычно 270 300 средний счет опять подскочила кто-то где-то против что-то говорил 798 вчера зашло посетителей посетителей в роботы просмотрели нас вчера 1268 раз роботы зашли роботы все растащили это по интернету где переходы хосты с роботами то я даже не знаю что такое то переходы закладок ну и тут и тут большие цифры последнее человек зашел там 449 только сейчас зашел вот это наш форум 1600 тем тут есть что при том представьте в течение года ни одного спора нету нету 1600 тем заходят 700 человек зачем они заходят заходят находит 2901 день не такой старый а вот теперь канал смотрим канал уже 12 119 подписчиков каждый день новых подписчиков примерно около ста подписывается что-то какое-то необыкновенное и 11 миллионов 372 тысячи 304 просмотра то есть вот только было 10 уже 11 миллионов ну конечно это мизерно тут я вчера посмотрел один ролик вот они ребята пошли покинул этой деревне деревне то нету и идут там топка идут болото 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 все идут и возвращаются назад ничего больше нету ничего одну железку какую-то там показали ну и дальше находили место сухое ночевали с ночевкой два раза и вернулись домой маршрут там прошли 60 километров абсолютно ничего нету только идут и дорогу снимают и что вот я выставил ну к примеру сказать я на кронштадтского 9 просмотров феодорита пророчества 7 просмотров златоуста 17 апокалипсис тут побольше 43 вот все а там 17 миллионов на один ролик к на котором ничего нету нам зачем это нужно ну посмотрели ушли у нас работают люди которые обращаются к богу становятся друзьями вот сегодня но я как всегда ночью выставляю сейчас даже обновлю от показать наш ресурс вот это как вот православный видеоканал открытым оком посмотрите что здесь за два часа 7 человек пророчества и она кронштадтского 12 златоуста я насчитываю том 1 18 понимаете как 74 просмотра а вот тут выставил елена шевцова о канонах роли женщины 94 а ефрем сирин 4 оао а беседы 24 почему ну неужели это важнее наша беседа то ну тут понятно новенькие что-то заходят узнать беседы тут есть что послушать даже беседах а так то ясно по не соразмерно или вот наш видео это православный библейский сайт сайт вот самое тут главное я считаю так четыре тысячи сто двадцать четыре ответа тут очень много было пятидесяти книг аудио это наши ресурсы ну теперь я захожу на эти вот которые назвал сейчас сейчас 11 папка разбирая грех это на вопросы ответы даю это университете вопрос семьсот двадцать три вы говорите что почти всегда блуд является причиной бородобрития как объяснить тогда бритье бороду у католических священников при их селибате безбрачие отвечая сегодня известно что сделалось с этим селибатом селибат а простой народ по переводе целит баб какое страшное мужеложество развитого священников и монахов чтобы замять эти скандалы в судах им как пишут газеты уже пришлось выложить более двух миллиардов долларов продают храмы эти но если не могут воздержаться пусть вступает в брак его лучше вступить в брак ниже сжигается первой коринцем 7 9 бородобрития называется блудодейной ересью мне приходилось выслушивать относительно своей бороды очень много упреков и поношения вот основные и все об одном как только баба тебя до себя допускает побрейся ты лет на двадцать будешь моложе с тобой еще девчонки будут ухлестывать это что говорят и все в таком же роде все это безумие по стихии мира а не по христу вот и ответ ну и так понятно что и люди говорят почему а почему ну потому если говорит не понимаешь вопрос тысячу второй третий том открытым оком моя сотрудница долго лечилась от бесплодия теперь решилась на искусственное плодотворение как ее отговорить от этого ответ если сотрудница не верующая не христианка зачем вы будете навязывать ей правила христианского поведения Матфея 9.17 не вливают также вина молодого в мехи ветхие а иначе прорывается мехи и вино вытекает и мехи пропадают но вино молодое вливают в новые мехи и сберегается то и другое оплодотворяется семенем своего мужа или из так называемого банка спермы неизвестно от кого эти вопросы давно пора решить соборно то есть я отвечаю лет 15 назад теперь уже решили уже вышли ответы и желательно вместе с католиками у них намного больше опыт чем у нас лично я считаю что явление не за грех если от своего законного венчанного мужа но очень настораживающий момент в том что супруги перелазят через какой-то поставленный богом барьер такой ребенок может быть больным непослушным и в нем может не быть благословение не знаю но предполагаю если же это чужого мужа то явно что греховно близ прелюбаяние или блуда для христианки категорически запрещено смертный грех но теперь уже ответили священно начали патриархии тут уже гадать не надо то есть не одобряются вот такое дело вопрос тысячи четвертый третий том виноват ли малолетний преступник если с малых самых малых лет в семье только пьяных родителей ругань драки слава иисусу христу вот я наводите слава говорит неужели такой обстановке он мог бы вырасти порядочным человеком ответ ян златоус останавливается на той мысли что если в подобной обстановке хотя бы один спасется такой же вот тоже в детстве плохая обстановка то он осудит весь мир мог я смог бы ты это все зависит от человека конечно такому ребенку совсем не просто сохранить простую порядочность но история сохранила нам много примеров когда в семьях нечестивых людей вырастали праведники моисей воспитанный в доме фараона не усвоил его нрав евреям 11 25 и лучше захотел страдать с народом божиим нежели иметь временное греховное наслаждение так мы видим из книги старт что все благочестивые цари происходили от весьма не счастливых родителей сравните петра первого и отца алексея тишайшего здесь нет никакой константы у нас в семье слышались непрестанное непростые сказать бранные слова но ко мне ни одно не пристало совершенно одинаковая обстановка одни и те же родители все разное исав и яков оба молодые и обоим одинаково нравятся красавицы они были такие же люди как и мы один ищет благословение отца и матери а другому все нипочем у исава не видно вообще никакой тяги к йогове а яков борется с богом до рассвета чтобы получить его благословение это я отвечаю за кафедры каких-то институтах университетах или по радио вот это еще немножко вопрос 2870 14 том открытым оком скажите пожалуйста можно ли верующие женщин удалять волосы на своем теле которые по ее мнению не нужны мешают чтобы быть красивее чем есть ответ если мешают то почему бы их не удалить то я и сам удаляю себе две-три волосинки на веки они почему-то растут длинными и попадают в глаз волосы даны для украшения человеческого тела как говорит и василий великий 2 сар 14 26 когда он стриг голову свою а он стриг ее каждый год потому что она отягощала его то волоса с головы увесили 200 секрей по весу царскому по сей день не знаю искал везде спрашивал никто не знает что килограмм полтора лишнего у нас ничего нет волосы на голове прикрывает неблагообразие черепа доказывает анзотоус о ты прекрасно возлюбленная моя ты прекрасно глаза твои голубинные под кудрями твоими волосы твои как стадо кос сходящих с горы галатской поэтому бритье головы есть извращение исаи 323 и будет вместо благовония зловония и вместо пояса будет веревка а вместо завитых волос плешь и вместо широкой и панчи узкой в речище и вместо красоты клеймо стрижка может быть короткого мужчины но не бритвы скобли череп как буддист кришнаит или осуждены но вот вы пишете чтобы быть красивей и дело сразу выглядит иначе языки для 16 7 ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты поднялись грудью и волосы у тебя выросли но ты была нога и не покрыта красивее значит речь идет о голове не они же счастье тела ту красоту кто оценит языки для 27 31 я стригут по тебе волосы до гола и опаяшутся в речи щами и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем у мужчины это его борода она и есть красота и страдать может мужчина тогда когда борода совсем не растет говорите о верующей женщине значит волосы на лице растут дело сложное сложнее думаю что одна длинная волосинка без ущерба может быть удалена а если это на верхней губе усики то тут что-то связано с половой системой а это или плоды греховной жизни значит так и нести нужен этот знак или сие есть болезнь но тогда уже вопрос к врачам красивее значит брови мешает удалять подщипывать нельзя в нашей книге к истинному православию в разделе обрадобрите подробный ответ на подобный вопрос ныне другая красота ценится 1 петра 3 3 4 3 4 да будет украшением вашим не внешнее плетение волос не золотые уборы или нарядность в одежде но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа что драгоценно пред богом и 1 коринстянам 11 14 15 не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы то это бесчестье для него но если жена растит волосы для нее это честь так как волосы даны вместо покрывала живые думает как знаем о живом смерть далека и будто не маящит но скоротечно все кусок не прожуем ворота смерти отпут болят мячик хотим или без нашего желания невзрачной изнанкой картина развернется так для чего ж из полымяда в пламя бесились усложняли а оказалось просто земля и в землю сдумая живых любивший новое откроет супер новость все все оставить то к чему привык при спешном отступлении пришлось все бросить выходит думать будучи живым приходится о мертвом о самом себе земное не ценить она уйдет как дым за душенькой придет нам ангел или без живые жив лишь верующий в бога при жизни примирившись с юговой и как не украшайся путь не дальше гроба душа оставить тело смертные оковы нам нужно думать только живом о воскресении поверивая иисуса богатым был имел с десяток жен до нитки было бобром с богатством не отпустят нам жизнь при жизни нужно обрести по слову божию прокладывать маршрут на землю посланы до вечера гостить но вызвать могут много раньше вдруг блажен кто жизни встретился при жизни вкусил и пил из животворной чаши и в книгу жизни господом был вписан кому христос при жизни достучался смерть будет брошена в то озеро с огнем в котором от антихристы притеча нам заповедано вести себя как днем перед лицом создателя с ним проводить нам вечность 12 декабря 2005 года игнать и подписан даже но считаю что на этом все на сегодня достаточно